Дорогие друзья, мы продолжаем с вами исследовать книгу «Бытие». И сегодня, вы знаете, что у нас уже было две темы, называются первая, это «Как примирить Моисея с миллиардами лет?» и вторая, это «Можно ли через природу познать Бога?» и записи доступны в интернете, все желающие могут посмотреть, и историю предыдущих серий восстановить, кратко содержать. Сегодня мы с вами поговорим о тему «Были ли Адам и Ева сотворены равными?» и эта тема вдохновлена той книгой, которую я сейчас читаю, так как заимствования большие, я хочу считать нужным вам с ней познакомить. Имя автора, это Ричард Дэвидсон, называется книга «Пламя Яхве. Сексуальность в Ветхом Завете». Чем интересен этот автор? Он сам адвентист, богослов, и эта книга, это настоящая энциклопедия по этой теме, она, несмотря на то, что ее объем – тысяча страниц, и 200 страниц из оригинала занимает библиография еще. Так вот, в перевод русский библиографию не включили. «Караул ослаб». Решили, что хватит. Тысячи страниц русскоязычному читателю хватит. Да, то, значит, в данный перевод осуществило, что интересно, светское издательство «Эксмо». То есть, не следует думать, опять же, существует непременно везде заговор, народ остатка затирают и игнорируют, и только там каких-нибудь публикуют католиков. Нет, если напишешь по-настоящему актуальную книжку, все может быть. Несмотря на такой сумасшедший объем, я не думаю, что кто-то из нас так сразу вспомнит на скидку, когда он в последний раз читал книжку на тысячу страниц, данная книга пользуется серьезной популярностью, в частности, из-за животрепещущей темы. Говорю об этом без сега иронии, потому что в этой теме, ну, надо разбираться, друзья мои, надо разбираться. И желательно поразобраться. Не только в процессе быть, но еще и чего-то там достигнуть. Почему? Потому что не только вопросы, даже членство в адвентистской церкви от нее зависят, чтобы потом не приходить. Увы, в истории нашей общины много было таких моментов, когда взрослые люди потом чего-то там приглашают на разговор. Они делают такие большие глаза и говорят, а мы не знали. Ну так, может, надо на берегу готовиться. И решить прикрепленный парашют до того, как ты в люк выпрыгнешь самолета на высоте от полтора километра. Поэтому это все серьезные вопросы. Хочется, действительно, чтобы мы в них вникали. Поэтому я хочу вам сегодня эту книгу представить. Она стоит, то, что я смотрел в интернете, тысячу гривен. Вы можете ее достать и купить. Если вас цена эта не устраивает, у меня есть пиратская копия электронная. Ну вот даже, видите, в интернете выложу эту информацию. Поэтому, кому нужно, пожалуйста, готов дать, можете почитать. Как по мне, очень интересно. Достаточно сказать, что когда я проводил опрос по другой теме, и предлагал своим знакомым написать название пяти самых интересных книг, которые они читали в жизни, один из них указал эту книгу. Поэтому я думаю, что о чем-то это говорит. Итак, еще раз. Книга называется «Пламя Яхна. Сексуальность Библии» автора Ричард Дэвидсон. Если кому интересно, обращайтесь. Будем разговоры. Итак, значит, чем же заполнен этот объем? Значит, вот кратенькая аннотация. Это энциклопедия библейского учения сексуальности в ее самом широком смысле. Известный специалист в области библистики рассмотрел каждый отрывок священного текста, касающийся сексуальных отношений, а также представил общие контуры того, как понимали сексуальность в Древнем мире. Автор демонстрирует красоту и естественность библейских представлений о человеческой сексуальности в противовес извращенным сексуальным практикам. Детальному анализу подверглись такие аспекты сексуальности в культуре Древнего мира, как гомосексуализм, трансвестизм, скотоложество, мастурбация, инцест, насилие, проституция. Однако голосами древних пророков, мыслителей и поэтов в Библии воспета красота и чистота естества союза мужчин и женщин. Любовь, освященная пламенью Господа. Любовь, которую пытались потушить столетия морализаторства и огульного проповедования тех, кто, казалось бы, первым должны были петь гимн библейским взглядом на сексуальность. Поэтому, кому интересно, пожалуйста, можем говорить. А мы с вами сегодня сосредоточимся на только одной теме, небольшой из того океана вопросов, который затрагивает этот автор. Это тема о сотворении мира. Почему мы с вами читаем книгу «Вытье»? Во-первых, потому что, как я увидел, есть какой-то интерес среди членов нашей общины к этой теме. Многие из нас в силу своего, будучи отягощены образованием, чувствуют то напряжение, которое существует между Библией и наукой в ряде вопросов. Не хочу сказать, что во всем, абсолютное большинство утверждений Библии никак науке не противоречит, а наоборот является сугубо научным. Но есть моменты их диалога, напряженного, бывает и достаточно жесткой дискуссии. Но и также моя задача рекламировать чтение Священного Писания так, как оно написано, в том порядке. Потому что я не устану об этом говорить. Огромное количество христиан читают Библию наоборот, с конца. Они не видят контекста утверждений того же Иисуса. Они не понимают, что абсолютное большинство фраз Иисуса являются ссылками на законы пророков. Они не понимают, по какому поводу Иисус об этом высказывается. И, соответственно, начинается вот такое вот, да, то есть как бы жонглирование фразами, вот, учение о том, что Иисус отменил закон и много других вещей. Об этом мы не будем говорить. Поэтому хочу рекламировать все-таки то, чтобы мы отважились самим войти в эту воду, воду глубокую, сильную, быструю, под названием Библия, Священное Писание. Да, она сможет снести потоком. Но только так можно научиться плавать. Итак, в начале. Были ли Адам и Ева сотворены равными? Значит, этот автор рассматривает пять основных аргументов против этой идеи. То есть, по его оценке, те, значит, те моменты, которые он видит, таковы. Значит, первое. Мужчина сотворен первым. Потому он важнее, старше. Он превосходит. Ну, а женщина где-то вот потом. Вторая, второй тезис. С мужчиной говорит Бог. И мужчина говорит так же. А женщина? А женщина? Молчит. И правильно делает. Потому что это ее... Место в жизни. Ее задача молчать. Как это было в России? Так иди. Говорят старше, говорят важные, говорят умные, да? Говорят принимающие решения. А задача женщин? Молчать. И слушаться. Третий тезис. Женщина сотворена ради мужчины. То есть, собственным бытием она не обладает. Чтобы быть его помощником и устранить его одиночество. То есть, у нее нет самостоятельной задачи. Вот существует мужчина, и потому к нему, как бы, как дополнение, да? Приложение. Там, может, не бесплатное, но сотворена женщина. Далее. Сотворение женщины из мужского ребра показывает ее вторичность и подчиненность зависимости. Это вот вы видите, да? То, что я вижу. Вот, да? Подчиненность зависимость. Такая тезис. И, наконец, последний, пятый. Мужчина называет женщину, тем самым проявляя власть на ней. Вот такие пять основных аргументов приводит этот автор, которые удалось ему найти среди огромного количества перелопаченных источников. Чтобы просто вы представляли себе, что такое вообще эти тысячи страниц. Там может быть на страничку вот так его текста и вот такое количество подстрочников. То есть он работает с... Просто это действительно энциклопедия. То есть он думает, каждое слово, у него может быть там ссылка на 20 этих работ научных. То есть как бы серьезный труд. Итак, немножко... Ну понятно, да? То есть я думаю, что какие-то из этих аргументов, может быть, вы слышали, что-то, может быть, впервые, что-то, может быть, теперь узнали, не чувствовали, да? Как были догадки. И вот, давайте теперь это все разбирать. Действительно ли это так? Действительно ли... Давайте рассмотрим, опять же, библейский текст. Для начала давайте с вами прочтем Священное Писание. Откроем с вами книг Бытие, вторую главу, и прочтем с 18-го до 25-го текста. Это основной отрывок, который мы будем с вами смотреть. Естественно, мы будем ссылаться на какие-то соседние отрывки, поскольку, много раз говорим, да? Любой тезис, Священное Писание, должен рассматриваться нами минимум на уровне всей книги. Минимум. В идеале всей Библии. Это не всегда легко. Библия большая, да? Трудно ее держать в голове, но хотя бы вся книга. То есть, хотя бы вот, ну хоть... То есть, чем шире мы увидим контекст, тем адекватнее мы истолкуем какую-то библию. Есть, открыли, могу читать. И сказал Господь Бог, Нехорошо... Видите, да? Как завели тему о женщине, сразу в предчувствии появилось плохое. Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему и помощника, соответственно ему. Господь Бог образовал из земли всех животных, полевых и всех птиц небесных. И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного им. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плоти. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человеку, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человека отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба ноги, Адам и жена его, и не стыдились. Давайте теперь рассматривать те аргументы, о которых мы с вами сказали. Итак, мужчина сотворен первым. То есть действительно, на первый взгляд, можно выстроить такое предположение, что, скажем, первый значит старше, первый значит важнее, первый значит лучше. Но, когда мы читаем с вами книгу Бытие, всю вторую главу, мы видим, что библейский рассказ, он не показывает вот этот принцип, скажем так, развития как эволюции. Мы видим, что о каждом из дней Бог дает какую оценку? Весьма это в самом конце. То есть, что получает оценку весьма хорошо? Ну, мнение есть женщин. Мнение есть семья. А это же у нас Бытие, 31 глава, 31 текст. И увидел Бог все, что Он сотворил, и вот хорошо весьма. Итак, смотрите, какая возникает картина. Каждый из элементов получает какую оценку? Хорошо. Каждый из элементов хорош и совершенен. Но в результате чего получается весьма хорошо? Когда все вместе они работают. Видят, да? Где эволюция? Ее нет. Нет развития. Есть движение от неполноты к полноте. От того, что хорошее, 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 все хорошее. Звезды хороши. Там какие-нибудь, не знаю, кто-то, да? Тварь какая-нибудь ползучая хороша. Бегемот хорош. Да? Вода хороша. Не знаю, банан хорош. Но когда все вместе, тогда весьма хорошо. Поэтому, если вот этот аргумент о первенстве выстраивать, так, извините, тогда можно далеко зайти. Надо сказать, что тогда, значит, наверное, раньше, чем сотворен человек. Понимаете, Митя, да? Понимаете, да? То есть, получается, очень коряр аргумент. Важнее, чем мужчина, ну да, не ставь. Или человек. Животные лучше, чем мужчина. Понимаете, да? Птицы лучше животных. Небо и земля лучше. Да, небо и земля лучше всех, когда они были безвидны и пусты. Значит, лучше было тогда ничего не... Понимаете, да? Ничего не начинать творить. А, грубо говоря, останавливаться на первом дне. Да? И все. То есть, жизнь как таковая, она же не в первый день сотворена, да? То есть, жизнь, получается, не имеет приоритета. Но мы видим, что все нуждается в другом. Неживая природа служит живой. Да? Живая природа служит обрамлением для человека. Человек все собой увенчает, но все вместе отражает полноту Божьего замысла. Поэтому идея первенства тут не очень работает. Поэтому, когда мы смотрим на вторую главу, мы видим здесь цикличную структуру. То есть, в начале описано, в начале сотворение мужчины, затем описаны его отношения с гором, а затем сотворение женщины. То есть, когда мы... Помните, мы много раз с вами говорили, что чаще всего, когда в еврейском тексте Библии есть структура, она какая? Она лесенка, да? Подъем наверх, на гору, и потом спуск. Помните, мы говорили такое слово хиаза? Хиастическая структура. Но если нет, то... Вот принцип лесенки. Подъем наверх и спуск вниз. То есть, чаще всего завяз... Разве... как? Кульминация. Кульминация. Помещается автором не в конец, а в центр. И что же является... Что находится... Какая идея находится в центре второй главы? Нет, не женщина. Человек сотворен в начале. Затем описывается его условие жизни, а затем с ним описывается завет. Завет центральное понятие. То есть, отношения с Богом для человека центральные. Они выражают его, ну, в данном случае, да, образ и подобие, да, способность договариваться с Богом, способность разговаривать с Ним, слышать Его голос и не повиноваться. Но уже потом вот этот спуск, то есть, симметрично, мужчине описано сотворение женщин. Правенство. Следующий момент, очень интересный. Я этого отследить не могу, только могу процитировать то, что этот автор пишет. Одинаковое количество слов употреблено в ивритском тексте для описания сотворения мужчины и женщины. Он насчитал ровно 16. То есть, по его оценке, автор был очень внимателен в том, чтобы описать мужчину и женщину в одинаковом объеме слов. Движение, и так мы говорили с вами, да, движение в бытие 1-2 идет не от большего к меньшему, а от неполного, незавершенного, к полному завершенному. Вот. В какой-то мере, женщина развязка творения. Развязка, да, то есть, в каком можно сказать, что после нее Бог говорит, да, весьма хорошо. Еще очень важный момент. Значит, он приводит такой литературный источник. Был такой, как сказать, цивилизация, что ли, город Аккад, Аккадское царство. И там, значит, нашли археологи такой литературный памятник, он называется Эпос об Атрахасисе. Там идет, ну, вы, наверное, знаете, если нет, расскажу, что вообще археологи за последние 200 лет нашли ряд близне-восточных как бы книг бытия. То есть, историю о сотворении мира большинство народов, которые окружали Израиль, древние, мы уже знаем, как они представляли себя. В чем-то эти истории похожи, в чем-то отличны, но на что он обращает наше внимание. В этом Эпосе об Атрахасисе, много есть сходств с книгой бытия, и важно, что женщина, ее описание, ее сотворение поставлено раньше, чем мужчина. Услышали, да, то, что я сейчас сказал? То есть, в отличие от книги бытия, в Эпосе об Атрахасисе, как бы женщина, ну, сначала то ли сотворена, то ли названа, что сотворена. Ну, что он говорит? Но то, что мы, говорит, знаем об Акадском царстве, то там женщины занимали более подчиненное положение в обществе, чем даже в Израиле. То есть, само по себе упоминание в тексте не обязательно указывало, что люди считали, что кто-то названный первым, нашли. С этим понятно, да? С этим понятно. Движемся дальше. Второй аргумент. С мужчиной говорит Бог, и мужчина говорит сам. Ну, действительно. В принципе, как бы, что-то в этом есть. Раз Бог говорит на протяжении всей истории творения, говорит десять этих фраз, да будет, то, на первый взгляд, мужчина подавляется Богу, да, и вот, скажем, называет теперь животных и свою жену. Какую он приводит к контраргументу? Он говорит, вне Эдема, говорит только Ева. Это Бытие 4.1. И он говорит, скажите, пожалуйста, это что, говорит, теперь доказывает, что после грехопадения жена важнее, чем мужчина? Где-то признаки этого есть или нет? Или у нас есть прямое библейское свидетельство, которое показывает противоположное? Вы читали Бытие 3.16? О чем там сказано? Что Бог, проклиная женщину, как говорит Ева, Теперь, в результате грехопадения, ты что будешь по отношению к мужу занимать? Какое положение? Подчиненный. Подчиненный. А он будет господствовать. То есть, мы видим, что уже не работает. То есть, мы видим, что Бог провозглашает, что жена будет теперь в силу последствий грехопадения занимать подчиненное положение, мужчина будет господствовать. Но при этом женщина после грехопадения говорит, а Адам молчит. И поэтому этот автор говорит, не работает аргумент. Не работает. То есть, способность что-то говорить не значит, не значит, что мужчина важнее, чем женщина. Аргумент третий такой. Женщина сотворена ради мужчины, чтобы быть его помощником и устранить его одиночества. Ну, хорошо. Какие здесь аргументы? Такой аргумент, первый, который он приводит, наверное, вам известен. О том, что слово эзер, помощник, не имеет в Библии уничижительного характера. Он не указывает на слугу в чем-то уступающему уступающего своему господину. Почему? Смотрите. Он приводит пример, что из 21 упоминания слова помощник в тексте Моисея пророков 16 упоминаний описывают Бога. Это какая часть? Из 21 16 Ну, наверное, 4 из 5, да? Где-то так, да? То есть, большинство описывают Бога. А остальные говорят о военных союзниках. Военный союзник, если он военный союзник, это значит, что они, как сказать, на равных ведут же войну, правильно? То есть, вы знаете, вот сейчас союзники бомбят Ирак, да? Там каждая страна принимает решение сама, в какой мере она будет участвовать, не будет, какой объем военной помощи не предоставит. То есть, здесь нету идеи вторичности. Чтобы вам проиллюстрировать, я не буду все эти 21 все утомлять вас этими ссылками, давайте возьмем самый известный текст, который вы, несомненно, видели, знаете, его очень часто выписывают на плакаты в молитвенных домах. Это Первое царство 7.12. Первое царство 7.12. Где Самуил ставит камень, в память о военной победе, да? И называет его Авен Эзер. Вот это же слово, да? Помощь. Помощь. Авен Эзер. Камень помощи. Говоря, до сего места помог нам Господь. То есть, вот это яркий пример. То есть, вот этот текст, почему я его беру, он очень известный. Потому что, когда я прочитал вот это слово Эзер, я сразу, ага, Авен Эзер. Ну да. То есть, мы видим пример того, как человек говорит о помощнике, как о помощнике, о Боге. Но Бог-то никогда с Израилем ни на одном уровне не был на равных. Ты согласна со мной? Никогда. Он всегда был наверху, Израиль был внизу, Бог всегда был верен, а Израиль был, ну как правило. Разный, да, не всегда, правильно? Бог всегда, Бог всесилен, Израиль нет, Бог всезнающий, Израиль нет и так далее. Но тем и менее, он помощник. Да, ну, много можно примерить, прийти, там, помощь моя от Господа, да, и так далее. Не будем в это, сейчас так погружаться, моя задача, вот, показать характер аргументации. Дальше, помощник приходит, как замена неподходящим животным, немогущим быть равным у человека. То есть, вот это очень важный момент. То есть, Ева представлена, как превосходная. Ева не представлена, как вторичная. Ева представлена, как подходящая человеку, в отличие от неподходящих животных. Животные не могут исполнить той роли, которую может исполнить Ева. Соответственно, значит, какое, какое еще значение, вот как это, он рассматривает это выражение, да, помощник, что оно по своей структуре означает? Оно еще, вот, иногда переводят его соответственный, находящийся напротив, противоположный. Ну, человек, то есть, ну, в какой-то мере, может, это идея симметрии проинтересует. То есть, что-то, что может, вот, работать вместе. Это, уши, глаза. руки, плечи, легкие, парные органы любые, назовите, да, то есть, вот это и вот идея вместе, да, идея того, что может взаимодействовать, идея того, что может работать, вот, то есть, половинка совпадающая, соответствующая. Вот это вот идея, да, то есть, поэтому, мы не видим здесь, по оценке этого автора, я при, как бы, если позволить, я думаю, что, я покажу это на уровне текста, вот, я убедился, почему я об этом рассказываю, что согласен с ним, вот, что здесь действительно нет идеи вторичности женщины. Женщина приходит, как ответ Бога на проблему, которую он увидел. Какую? Какую мы почитали проблему? Нехорошо. Нехорошо. И мы увидим, что это эксперимент, но об этом чуть-чуть позже. Предпоследний его аргумент, предпоследнее возражение такое, сотворение женщины из мужского ребра показывает ее вторичность и подчиненность зависимость. Ну, это классика жанра, да, вот, видите, если вы, мол, из мозгов, а то ж, мол, вот, ну, как, там, кость. Хорошо, что здесь? Первый аргумент, возражение. Мужчина взят, мужчина взят из земли, но земля не является его главой или властителем. Заметите? Мужчина из чего сотворил? Из праха земного. Где написано, что мужчина должен подчиняться земному праху? Наоборот, сказано, что? Каковы должны отношения быть человека и земли? Владычество. Владычество. Тогда, извините, если эту тему начнем развивать, тогда мы начнем, скажем, что наоборот, может быть, скорее, можно предположить, что-то, может, женщина тогда должна мужчиной владеть. Ну, с такой идеей, я думаю, что уже мало мужчин согласится. Тут они уже ногами затопают. Слушай, это вы уже дочитали. А ну, отдайте нам Библию. Поэтому мы видим, ну, как-то вот тяжело, да, тяжело. То есть, если только, вот еще раз, да, смотрите, вы видите, при помощи чего происходит, как происходит вообще библейская, как сказать, дискуссия. Замечаете, да? Что делается? Используется контекст. Все, ну, понимают это слово, да? То есть, берется какая-то параллель. Говорят, хорошо, если, да, то есть, если вот этот аргумент работает, давайте применим его к мужчине. И мы видим, что работает, что не работает. То есть, если быть сотворен из чего-то, значит, быть чему-то подчиненным, значит, мужчина подчинен земле. Бог говорит о противоположном. Аргумент что? Не. Не работает. Аргумент не годится. Пожалуйста. А если его Павел скажет? Если никто противоречил. Друзья мои, давайте, давайте сейчас, пока Павла мы не трогаем. Хорошо? Мы сейчас внимательно пытаемся посмотреть вот этот отрывок. Потому что очень часто бывают такие прыжки. Знаете, вот об этом Хай говорит не хотим, а хотим туда смотреть. Я знаю, Павел говорил много. И у Павла тоже можно разное вычитать. Написано, подчиняясь друг другу в страхе Божьем. Есть такое, ни жена без мужа, ни муж без жены. Тут как бы, да, такие непростые вопросы. Поэтому здесь, я еще раз говорю, моя задача сейчас посмотреть с вами вот эту идею, в начале. Как Бог в начале с человеком работает. То, что потом начинается разное, ну, в этом нет сомнений. Правда? В этом нет сомнений, все искажается. Вот. И, опять же, во свете вот этого раннего надо читать позднее. Не надо. Движемся дальше. Первая женщина взята от мужчины, но все последующие мужчины откуда берутся? От женщины. И как раз этот аргумент, он не философский, а он библейский. И его, кто в Библии озвучивает? Названный тут только что, апостол. Павел. Так? Где об этом написано? Впрочем, спасется через чадородие. Ну, это вы дописали. Откройте, откройте, писать. Откройте, прочтите. Да, а то, что ну как-то так сейчас... Это как вот классика жадра. Понимаете? Помните, да, пару уроков субботней школы, она там читает, да? Жена повинуется мужу, сразу как бац, кто-то там дописал. Да, если он верующий, подождите. То есть, есть вещи, которые вот они, ну, автоматические у нас, потому что, ну... И никто же не спорит, что это, что читать Библию, как она есть, легко, это почти невозможно. Почему? А потому что мы всегда остаемся в рамках своей культуры, и через многие вещи мы никогда не перепрыгнем и не перешагнем. Но это не значит, что не надо... Стараться. Вот и все. Хорошо. Итак, давайте с вами посмотрим. Что же там написано? Впрочем, спасется через чадородие. Буквальное чтение, что говорит? Что женщина должна непременно рожать и родить столько, чтобы, наконец, спастись. Ну, правильно? Так или нет? Так. Ну, и все вот так. Ну, и все. Бац, открыл, читаю. Все понятно. Теперь вопрос. А как быть с тем, что у огромного количества евреев в истории были, очевидно, нарушения какие-то, да? Ну, я не знаю, что там, но по-женски какие-то были нарушения, из-за чего они не только родить, а что? Зачать не могли. Заметили? Кто там? Сара. А еще? Ревека. 15 лет. Помните, да, молился? Анн, Елизавет, да? То есть, практически у каждого, у каждого, в каждом поколении мы находим весьма часто распространенное женское бесплодие. Как же этот аргумент для них работает, друзья? Это я не вижу, что поправит. Огромное количество, по всей видимости, судя по той частоте, с которой упоминается женское бесплодие Библии, в народе Божьем женщины не могли родить. Милхола, классика жанра, да? Мать Самсона состарилась. То есть, уже все. Она уже для себя эту тему закрыла. И тут появляется ангел, как-то что-то начинает происходить. То есть, мы видим, что это не что-то такое локальное. Итак, аргумент слабый. То есть, если действительно рожать, это значит спастись делами, то тогда это вопрос, как рожать, сколько рожать. То есть, как быть бесплодным, непонятно. Но если мы понимаем это, как вот этим образом, что это семя жены, мессия, через женщину приходит в мир, то все становится на свои места. То есть, как бы происходит Бог, происходит искупление женщины тем, что Бог как бы переигрывает. То есть, есть же аргумент о том, что сам же Павел это упоминал, правильно? Не Адам был прелещен, да? А кто? А Ева, прелестившись, впала в искушение. И этот аргумент худыми пальцами от постов, размахивая, приводили огромное количество мужчин в историю. Огромное количество. И, скажем так, домашнее насилие, и разводы, и сожжение ведьм в протестантской истории. В одном с этим контактем. Но если мы увидим, что речь идет о том, в библейском контексте, где речь идет о том, что Бог через женщину приведет в этот мир, скажем так, да? То есть, женщина первая съела плод, но через женщину приходит спаситель. Тогда все становится на свои места. То есть, не через свое детородие, как это, чадародие, да? Не через свое чадародие женщина может спастись. А через чье? Через чье? Кого? Марии! Через чадародие Марии, той женщины, которую Бог избрал для того, чтобы женщин, в том числе, искупить. И все становится на свои места. Это значит, что любая женщина, независимо от того, замужняя ли она, там, ну, то есть, ну, я не буду вот эти все детали перечислять, правильно? Тысячи факторов есть, которые, ну, помешают же, могут помешать женщине стать матерью в том объеме, как она сама для себя, допустим, даже хочет. Тогда все становится на свои места. А всякая женщина, да, может веровать в том, что Иисус Христос, родившийся от жены, да, является искупителем, женщин в том числе. Все становится на свои места. Дальше. Женщина не ревро мужчины, как и мужчина, не прах земной. Прошу, прошу, Кирилл. Извини, а ты написано через чадародие Марии. Через чадародие понятно. Я привел аргумент, который, мне кажется, ну, мне объясняет, какой именно чадародие. Еще раз, да, то есть, смотри. Если это применять, тогда все женщины, умершие в народе Божьем, бесплодными, а таких было. Плюс к ним добавляются какие? Все те, которыми послушаются совета апостола и останутся этими девственницами, незамужними. Ведь тот же самый апостол, да, который об этом говорит, он же теперь говорит, ну, Бог-то я-то знаю, конечно, говорит, нехорошо. Но я, вот даже не имея видения, да, не имея откровения, скажу, но в принципе можно быть и одному. Да, ввиду обстоятельств. Вот представьте себе ситуацию, далеко ходить не надо. Возьмем библейский пример. Помните, были четыре пророчицы у Филиппа, кажется? Да, у Филиппа. И все написаны незамужними. Тогда у них что? Шансов? Нету. Прошу. Может, кто должен, кто может рожать, тот обязан рожать. То есть, когда ты так как-то не работай, а тот не ест. Ест. Я согласен, я с тобой согласен. Смотрите, этот аргумент мог работать до Иисуса. Потому что, действительно, раввины учили, они разрешали разводиться до пяти раз, если в течение установленного им срока, ну, там, какие-то, ну, пять лет или что-то, пара не могла иметь детей. Почему? Потому что вот эта, как бы, ну, необходимость, да, родить, бракия, рассматриваться как священная миссия. И нельзя сказать, что эта идея снята с потолка. То есть, действительно, ну, скажем, поскольку есть пророчество, да, то задачей избранного народа было, да, не мешать Богу. Рожать детей, да? Но после того, как миссия уже приходит, простое, простое, как бы, рождение детей просто так, оно... То есть, сегодня рождение детей не имеет сакрального, священного смысла. А раньше было. Раньше было. И Ева именно эту фразу говорит, взят на руки Каина, да? «Поребрела я человека от Господа». И огромное количество толкователей из той же Эренвай в месте, они утверждают, что тем самым она надеется, что это у миссии уже. Ну, там, как бы, до него было еще... Далеко, но тем не менее, она вот, вот, думает, ну, все, фу! Нет, парчик открывался не так просто и быстро. Поэтому я не вижу, чтобы аргумент работал так, понимаешь, потому что, ну, действительно, есть, ну, такие вещи, и на этом фоне просто, ну, классика жанра, это до полного изнеможения рожают в разных религиях, да, женщины, скажем, бедность потом царит, да, и, ну, нищета, точнее, да, очень часто эти несчастные женщины, муж без конца, ну, рулосуточной работе, потому что она должна как-то идти, да, им какую-то кашу подсовать, да, хоть пару раз в день, вот, раскрытые. Она там бедная, никакая, эти все витаминозы, такая вот зеленая. Дети недополучают чего? Не обязательно, а что? Теплое общение! Но я же еще раз говорю, у всего есть свои стороны. Мы же видели, вот, как бы, даже в семье Якова, классика жанра, да, много детей. И что, это было автоматически хорошо? Ну, конечно, нет. Другое дело, насколько сам Яков был заинтересован вникать и участвовать в жизни детей. Это еще второй вопрос, правильно? Самый яркий пример, это, конечно, Дина, правильно? Яркий пример. Пришли, пришли после изнасилования, сватают ее, ну, давай решать. То есть, что-то ответь. А он просто молчит. Пожалуйста. А он просто обид родителям, выдавать замуж, ну, чтобы не разжигались, но лучше, чтобы она соблюдала свою делу. То есть, такой совет тоже. Не-не, я же его упоминал. То есть, еще раз говорю, да, то есть, то, что сам Павел одной рукой говорит это, а другой говорит, спасет это через Челдороне, ну, явное противоречит. Получается, тогда, да, ну, он же, помните, там, 1 Коринфянам 7, он же говорит, да, тот, кто желает соблюдать свою делу, тоже молодец. Тогда что? Он обрекает свою дочь на не... Как это? На не спасение, да, на погибель. Ну, то есть, ну, явно какой-то. Как по мне, ну, не работает. Не работает. Лишая выбора. А если, если, ведь, ведь мы должны понимать, что как в греко-римском мире, так и в реверийском мире в то время роль отца была огромна. Если отец не давал добру на замужество, и она там сбегала, то, ну, там вообще же, как бы, человек был вне закона и так далее. Поэтому тут, не знаю, я не увидел перспективы развивать тему о том, что она должна рожать. Понимаете? Не увидел. Я не вижу ни нот. А если мы говорим о том, что это исполнение пророчества, все на свои места. То есть, да, Бог знает и признает. По тексту Ева согрешила какой по счету? Первый. Ну, через женщину же пришло спасение. То есть, тем самым, Бог искупает и женщину. Движемся дальше. Женщина не ребро мужчины, как и мужчина не прах земной. Ну, здесь мне возрачно. Подождите, так написано же. Ты прах? Так это буквально или нет? Человек с Вадим к физическим, к химическим элементам или нет? Нет. Потому что написано, вылепив его из праха земного, Бог в него еще что? Дыхание жизни вдохнул. Сегодня все попытки синтезировать клетку в лаборатории приводят к чему? К нулю. Самые простые там, не буду, что? Что-то. Это пусть химики говорят, боюсь, что меня засмеют. Особенно вот с той стороны. Что-то наталкивается на полное ничто. Из неживого, живое, не получается. Не получается. Поэтому, какая идея? Бог говорит Адаму это, потому что в каком контексте? В контексте грехопадения. Ты со мной разорвал связь и без меня, без моего духа, ты? Что? Прах земной. Вот это иди. А так, конечно. Ну понятно, что, ну сказать, что мужчина это прах земной, или жена это кость там, да, какое именно ребро посчитать. Ну-ну-ну. Это материал, а не их сущность. Вот это вот идея, да? И дальше. Мужчина вылеплен, а женщина архитектурно выстроена. Очень интересная идея. Когда мы смотрим на, я действительно посмотрел разные переводы, они ту разницу показывают. Когда вы будете читать, читать, сравнивая большинство переводов, вы увидите, что в книге, в «Бытие 2», во втором тексте, где написано, «Создал Бог человек», создал, одно слово. А во 22-м, «Создал Господь Бог из ребра, взятого человека, жену», другое слово. Если о мужчине сказано, употреблено слово, выражающее скорее функциональность, то есть мужчина, грубо говоря, крепкий, жизнеспособный, ну то есть живой, то о женщине это скорее, или она выстроена, и то есть это скорее подчеркивается некое архитектурное, дизайнерское решение. То есть что она не просто, как и мужчина, живая, здоровая, а еще и какая. Ну, женщины, скажите. Красивая! Красивая! То есть, вот, смотрите, я вот специально разные переводы здесь посмотрел. Вот в 22-м тексте один перевод говорит, «Построил Бог из ребра». Другое выражение говорит, значит, «Перетворив», а диетка говорит, там написано, «Створив», «Спраху», а тут «Перетворив ребро на жену». Ну, уже единия, да? Понятно, что если что-то переработано, то это не совсем плохо. Значит, английский перевод вообще удивительный. Он потребил такое слово «фэшнт». Ну, кто знает, что такое фэшнт? Фэшнтиви, девушки. Что такое? Это мода. Я бы это перевел, как «стилизовал». Бог, как кутюрье, выстраивает что-то, что оно не просто, ну, живое, а еще оно какое? Обладает какими-то эстетическими качествами. Оно является предметом искусства. Не просто, ну, вещь, да? Гаечный ключ на 15, хорошо закручивает гайки. Но оно это вот, как это сказать? Да? Что-то такое. А? Простите, пожалуйста. Предкий ключик, да? Там, из платины, с бриллиантом, в эту ручку. Хорошо. Движемся дальше. Так. И особый глагол, да? Выражающий эстетическое намерение надежности и постоянства. Мужчина спал, когда Бог сотворил женщину и не имеет от нее никакого превосходства, как ее соавтор, участник ее творения. Вот это вот идея. То есть, мы видим, что мужчина не является автором женщины, не является творцом женщины. Мужчина не инициатор сотворения женщины. Кто автор женщины? Только Бог. Эксклюзивным образом. Бог не имеет никакого... Мужчина не имеет никакого преимущества в акте сотворения над женщиной. Никакого. И, наконец, ребро это равенство, а не иерархия. Кость от кости, плоть от плоти выражает близость, нераздельность, единство, родственность. То есть, можно у человека вырезать кусок мяса, но изъять кости невозможно. То есть, человек существовать без них не сможет. Можно жить практически без жировой прослойки, без костей жить нельзя. То есть, это как бы в какой-то мере сущность. Ну и, кроме того, мы знаем, что именно там кровь образовывается и так далее. Которая, кстати, жизнь, и она с именем Ева тоже где-то очень близко коррелирует. Знали ли о кроветворной способности костей древней мы не знаем, но это как бы просто такой аргумент. И последний аргумент. Мужчина называет женщину, проявляя власть на древнюю. Ну, давайте это рассмотрим. Называние чего-либо проявляет способность к развлечению, проницательность, но не власть или контроль. То есть, действительно, да, есть такая точка зрения, что в Библии называть что-либо это проявлять власть. Сегодня есть дискуссия на эту тему. Обходить что-либо признается как явное проявление власти. Ну, вот мы знаем, тот же Сатана обходит землю, Бог вели Тавраму обходить хана. Там же аргумент сразу, потому что даю тебе ее. Там в притче Иисуса человек говорит, я купил поле и хочу обойти. То есть, вот это вот скорее сегодня скажем так, археологи, богословы, они больше склоняются к тому, что именно эта идея выражает власть и обладание, но не называние чего-либо. Потому что называние не обязательно означает проявление власти. Это может быть некая реакция на откровение чего-либо. Кто-то открылся и ты узнал. Например, пришел к тебе, да, министр там, да, или ты к министру, он тебе представился и говорит, что очень приятно. Но это не значит, что ты сказал, что ты понял, как его зовут, что ты стал старше чего-либо. Вот пример такого случая, когда Агарь называет Бога. Это бытие, если не ошибаюсь, 16 глава, простите, если я ошибся. Когда она первый раз, или, по-моему, единственный, сбегает от Сары, 16, посмотрите, если что-то у меня поправить. Сбегает от Сары, прибегает к колодцу, помните, да, ему, ей там является ангел, уникальным образом с нею, как женщина, разговаривает, и интересно, что она в ответ называет Бога. Она говорит, это колодец видящего меня. там как-то в Ахайрои бросаться словами, которые не Бога. Говорят, а когда проповедник начинает цитировать иностранные языки, скорее всего, ему нечего сказать. Видит, да? То есть, слово видящий, кто является автором такого прилагательного, или это у нас какое-то другое слово, часть речи. Филолог, да. Агарь изобретает это слово. То есть, Бог к ней говорит, Агарь называет местность именем Бога, который себя проявил. Вопрос, Агарь стала старше, чем Бог? Нет. Ну, я бы нет. Она рабыня Сарина. И остаток книги называет ее только так. Но она называет Богом. Поэтому, действительно, я согласен с тем, что да, я сам так читал, но автор приводит серьезные аргументы, которые показывают, что называние не всегда это проявление власти. Вот это приводится. Возглас мужчины в Бытие 2.23, вот, это кость от костей, да, выражает открытие узнавания, сравнив возглас Якова в Бытие 28. Помните, когда ночью ему Бог показал лестницу? И он говорит, написано, проснувшись, воскликнул. Проснувшись, воскликнул, говорит, о, так это ж место присутствия Божья, а я не знал. Вот, видите, да, то есть, что происходит, какое движение? От незнания к знанию, но статус никак не меняется, Бог наверху, Яков внизу, да, убегающий от брата, по-прежнему мигрант, да, человек с мягко говоря неопределенным, статусом на будущее. Но тем не менее, вот он не знал, а теперь он знает, что оказывается, это место, врата небесные, и все. Движемся дальше. То есть, они предписали новому существу его местной роли. То есть, это Бог показал ему, что он там обитает, а Яков никак не мог на Бога повлиять в том, чтобы тот себя проявил на месте вверх. Мужчина узнает, признает, что сотворил Бог. Он не предписывает ничего. называя животных, человек не проявляет власти над ними, а классифицирует их, подходя к признанию своего одиночества и того, что это состояние нехорошо, быть одному, нехорошо, вот что должен человек понять. Как только он это понял, он говорит, окей, переходим к второй части. Интересно, что указывает этот человек, а он как адвентист эти моменты чувствует, он говорит, важно увидеть, этот автор, каким было, должно было быть владычество человека над землей. Это была власть веганов, а не хищников. Владычествуя над живыми существами, задачей было способствовать, чтобы этих живых существ стало больше, а не меньше. Не только они должны были наполнять землю собою, но и заботиться над тем, чтобы не съесть остальных живых существ. Они должны были кушать плод древесный, а не тех, над которыми поставлены властва. И животные не могут заменить женщину, об этом уже сказали, да? Термин «жена» и ша появляется в тексте до момента, когда Адам встречает его. Вот это вот идея называния. Где называние? Смотрите. Из 23 текста. «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плодит плоти моей, она будет называться женой». Поставил печаток. Правильно? Не совсем. А что написано, где этот термин впервые появляется? В 22 тексте, предыдущем. До того, как человек что-то начал сказать, смотрите, и начал говорить. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека». Кого? Кто-нибудь следит за текстом? «Жену» написано. Термин «жена» произнесен Богом впервые, а затем подтвержден человеком. Это Бог Адаму рассказывает, кто это такая. Адам потом «О! Понял». Хорошо. И вывод. Да, и вот, значит, когда жена произнесла Богом, а не женщина, значит, как Бог ее ранее взял от мужа, когда мужчина спал, так ее имя происходит от Бога. То есть, ее происхождение, ее статус, ее достоинство, ее имя происходит от Бога, а не от мужчины. Итак, вывод. Мы видим, что в Ботие первых двух главах описывается два вида власти, не три. Первый вид власти. Бог властвует над над всем. Спасибо, прекрасное. землями. А люди властвуют над землей, не людьми. Люди властвуют над землей. И все. Никакое большее проявление власти ни мужчина над женщиной, ни женщина над мужчиной не предписано. Божьей, в Божьем первоначальном плане этого не было. Мужчина и женщина сотворены равными. И в заключении я хочу то, что я увидел в этом тексте, в этом отрывке с 18 по 25. Я вижу, что это описание эксперимента. Вначале Бог говорит о том, что знает только Он. Нехорошо быть человеку одному. Человек на тот момент существовавший туда, будем так говорить, небольшое количество времени, я не буду вдаваться до минуты, он по всей видимости не успел увидеть ограничение своего положения. Наоборот, он открыл глаза и такой опа, это все мое! Здорово! Здоровье прекрасное. Вечная жизнь. Целая планета. Куча всего там кишит животных. Все чудесно, Бог с ним, все условия, тут теперь золото, и оникс, реки текут, Бог с тобой заключил договор, он говорит, да, хорошо, вот это все, что надо, не есть от того дерева, никаких проблем, все прекрасно. И он наслаждается, он не чувствует для себя никаких ограничений и вопросов, ему очень хорошо. Но Бог говорит, есть недостаток, какой? Какой? одиночество. Смотрите, у человека есть Бог, у человека есть животное, здоровье, деньги, жилплощадь, да, что еще? Работа, религия, а Бог говорит, нет, карьера, задача, надо сделать сад, закопить исполнен, да, а Бог говорит, нет, нехорошего. То есть, по всей видимости, Бог видит, ну, по всей видимости, Бог знает то, чего не знает Адам еще, да, не знает человек. И вот мы видим, что он говорит, сотворим ему помощника, соответственно ему. И вот это место, смотрите, сотворим, оно куда нас отсылает? В Бытье, да, первую главу, где единственный раз Бог говорит о себе на множественном числе. То есть, вот эта вот идея, что Бог творил Адама и Муеву не так, как он творил все остальное. Там он отстраненно произносит слово, и все происходит, да, там земля порождает, там вода порождает, то есть, вот оно где-то там, но здесь происходит близкий контакт. Бог говорит о себе, Бог говорит о своей сущности, Бог говорит о том, что внутри его существуют некие отношения, которые человек в одиночку отразить не может. Даже если у него завет с Богом, у него прекрасные отношения гармоничные с природой, у него прекрасное здоровье, у него есть все, деньги, карьеры и так далее, но чего-то нет, или вернее, кого-то нет, он не может это отразить. Он не может до конца быть образом и подобием Божьей. И так сотворим ему человека, соответствуем ему, затем идет, смотрите, что, вместо того, чтобы перейти после этого сразу к действию, Бог проводит эксперимент. Он образовал из земли всех животных, привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было, и ей нарек человек, но для человека не нашлось помощника подобного. Что мы здесь видим? Мы видим, что целью эксперимента было что? Назвать животных? Я склонен думать, что вряд ли, может быть, за те сутки все миллионы живых существ Бог успел, там, знаете, такие гербары несет, знаете, где-то на вертолете его проносят, там слоны бегут, то есть, вряд ли, огромное, огромное количество живых существ. Сегодня говорят, в Дельте-Амазонке большое количество живых существ никогда человеком не описаны, никто не изучал, постоянно открывают новые, то есть, человеку просто не нужны пока, он никак с ними не сталкивался, но цель была до того момента вести этот эксперимент, пока человек почувствует, какую мысль? Одиночество. Он заметит, что все животные, каждая тварь, а в паре, вот-вот-вот, то есть, может, Адам, обладая очень хорошим интеллектом, там, на пятой паре живутых, понял, говорит, Бог, я все понял, к чему ты это ведешь? Не обязательно там уже, все ему сразу, вот к чему ведется, да, то есть, что для человека не нашлось хорошего. Итак, какой мы вывод уже на этом этапе сделали? Одиночество. Может ли Бог работать с одиноким человеком? Или надо только же, только обязательно любой ценой жениться, выходить за ножом? Конечно, вся предыдущая глава, Бог работал с одиноким человеком, он его сотворил, заключил с ним завет, он ему построил жилплощадь, все было нормально, то есть, сам по себе, Бог, Бог может и работать с одиноким человеком. Но, движение к полноте, Бог говорит, я бы советовал, вот, ну, сделать еще одно, что-то. И написано, не нашлось. Затем наводит Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одну из реблей его и закрыл то место плотью. Вот это слово, вот оно трижды повторится потом. Крепкий сон, он с чем в Библии вот ассоциируется? Да. Идет определенный, как бы, реставр. Его история, Адама заново начинается. Новое творение. Адам снова засыпает, чтобы проснуться в новом качестве. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека теперь жену. То есть, все вот задачи животных было лишь проиллюстрировать, что они не годятся, что человек одинок, человек это понимает, и где, откуда Бог берет материал для того, чтобы создать человеку помощника. Из него самого. чего такого нет у животных и у земли, что есть у человека? А по тексту? Дыхание Божье. Ну, как бы, дыхание Божье все-таки у всех у них есть, да? Образы подобия. Образы подобия. Человек берет от него, Бог берет от него самого. То есть, такой же, как ты. Ты сам. И вот смотрите, тот же повтор этой фразы. Если там написано, образовал из земли девятнадцатый текст и привел человеку всех животных. Здесь происходит то же самое. И создал Бог из ребра жену и привел ее к человеку. То есть, новый эксперимент. Итак, а теперь? И вот это важное, последнее, что мы скажем здесь. Двадцать третий текст. Вывод всего прочитанного. И сказал человек вот. Ну, знаете, когда вот школьные учительницы знают, очень часто, когда ученик плохо знает урок, он начинает употреблять слова-паразиты. Вот. Ну. Это. на первый взгляд, ну, такое начало, как бы не лучшее, да? Пришел такой, да, если, мужчины знают, женщины любят, когда красиво ты выражаешься, да, лучше там, если уже решил стихи читать, то уже как-то так, ну, без запинок там, да? Можно и не подсматривая, если. Значит, когда мы, опять же, смотрим варианты перевода этого выражения, оно выражает идею открытия. это Архимед, который крикнул, что? Эврика, что значит, нашел. Вот это та же самая частица. Разные переводы, смотрите, говорят, наконец! Другой говорит, Агент говорит, ОЦТПР! Третий говорит, вот она! То есть, какую мысль показывает эта частица? Он уже созрел, клиент созрел. То есть, задачей Бога было внутренне подготовить мозги человека к тому, что одиноким быть плохо, нехорошо. Можно, не то, чтобы нестерпимо, не то, что нельзя, но нехорошо. Вот, то есть, полноты жизни может быть, ну, как бы, вот. И, и вот, наконец! Это! Косят костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. То есть, интересно, да, что он, как бы, аргумент, аргумент приводит. Жена, потому что от меня происходит, и ко мне должна вернуться, да? Поэтому оставить человека отца своего, мать свою, да, вот эта идея оставления отрыва, да, идея, что он говорит, ради такой женщины можно и ребра лишиться, не жалко, и прилепиться к жене своей, и будут одноклассны. То есть, мы видим, что вот она, вот она, вот она, вот она цель, единственное возможное в Библии, семья, скажем так, модель сексуальных отношений, каким образом это может произойти. И так об этом сказано, что они друг друга узнали, где об этом сказано. Были там, жена, голые, и что? и не стыдились. А рука разве другой руки стыдится? Ухо, ухо не стыдится, пятка, пятка. То есть, они друг друга узнали, говорят, о, да тут все, да тут все свои, тут все свои. Поэтому, действительно, сегодня, исследуя вместе этот текст, очень хочу, чтобы каждый из нас сегодня мог осознать, что есть куда вернуться. Я не знаю, будут ли на новом земле сексуальные отношения. Как правило, люди делятся, как один остроумный заметил проповедник, на двух сторонников Дваладия. Те, которые довольны своими отношениями в браке, те говорят, не, 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 они в браке, они на вечности продолжатся, будут вечно. Те, которые недовольны, говорят, Иисус же сказал, что? Не женятся, не выходятся, а как ангелы. Фу, вот это не надо ничего, вот это все, все, фу, сдыхаемся. Не надо, прекратим это, наконец, это неподобство, будем как ангелы. Поэтому, конечно, я не знаю, надо будет посмотреть, кстати, вероучение церкви, заняло ли церковь какую-то позицию относительно этого. Но понятно одно, друзья, если первоначальная Божья, Божий замысел был таким, то вы знаете, я хочу посмотреть на то, что будет на небе. Я верю, что Бог действительно силен даровать каждому из нас полноту жизни. Будет ли он нуждаться в том, чтобы создавать брак на небе, не знаю. Новый Иерусалим, Иоанна, ничего об этом никогда не знаю. Не знаю. Но Бог видит, что человек нуждается в другом человеке. И закончу я только одним последним фактом. Это только неделю прочитал об исследовании, которые показывают, что если взять за точку отсчета одиночества и влияние холостого статуса человека на здоровье, как точку отсчета, то благополучный брак более полезен для здоровья, чем одиночество. Но брак неблагополучный хуже. Он разрушает здоровье больше, чем одиночество. Понимаете? поэтому вот этот очень важный момент, что на мой взгляд Библия предостерегает против того, что лишь бы выйти. Потому что бывает потом не может, человек уже не знает, как зайти. Понимаете, а? Бывает туда пошел и там решил вопрос, а потом пришел сюда побитый весь в связах и говорит, вы знаете, а теперь мне помогайте. А зачастую неизвестно с какой стороны взяться. Поэтому действительно я сейчас не беру историю всего остального, вы знаете, начиная со следующей главы начинаются слезы. И большинство библейских браков потом описаны как какие? Как дисфункциональные, как несчастные. Но вот эта история, она в меня вселяет надежду. О том, что Бог знает, какую семью Он видит, Он вот эту планку имеет в виду для себя, и Он ведет каждого из нас. Хочу сегодня каждому ободрить вас, особенно присутствующих здесь холостых людей. Кто-то разведен, кто-то пробовал, обжегся так, что уже ничего не хочется. Кто-то ждет, не дождется, не знает, есть ли у Бога та или тот. Но я верю в то, что Бог когда-то сказал нехорошо, Он умеет о каждом из нас идеальный план. Он знает наши обстоятельства, знает нас, за людей вокруг. И Он ведет нас к чему? К лучшему. Помоги всех. святый Господь благословенный вовеки, благодарим Тебя за Твое великое намерение о человеке. Ты сказал нехорошо. Конечно, сегодня мерками рая мерить нашу реальность невозможно. Грех разрушает все. все как гангрена как рак распадается шелушится краснеет кровоточит ломается отмирает. Сегодня вчерашние брачные заветы сегодня могут вызывать у человека отвращение. но я Господи верю в том, что Ты не изменился. И Ты сегодня имеешь для каждого из нас самое лучшее намерение не на зло но вовлак. И в том числе это наше самое сокровенное вот это сердце которое не может заполнить ни служение в церкви ни зовет с Богом ни карьера ни деньги ни здоровья ничего. Есть что-то еще о чем каждый из нас может быть думает грустит и мечтает. Мы молим Тебя о том чтобы Ты особым образом сегодня управлял нашим жизнью. Чтобы Господи сегодня Ты послал утешение к тем кто одинок или еще одинок. Послал Господи каждому из нас сегодня твердая уверенность в том что лучше быть одному чем с кем попало. Чтобы Ты Господи сегодня предостерег нас всех от поспешных решений. Чтобы меньше Господи на этом месте было слез и боли от того что Господи народ Твой страдает от недостойных союзов. Благослови семьи каждого из нас. Благослови наши отношения с детьми. Но прежде всего благослови наши отношения с супругой. Благослови чтобы было понимание любовь единства чтобы была близость духа души и тела которую Ты задумал. Совершай это ради славы Твоей. Аминь. Аминь. Аминь.